Культура Крыма За кадром мы с вами пообщались. В чем эта миссия? Это сделано для жителей. Это и инфраструктура культуры, это и модельные библиотеки, это и муниципальные театры в городах до 50 тысяч жителей и до 300 тысяч жителей по разным направлениям. Поэтому констатируем, что и поддержка руководства республики, и поддержка федерального министерства культуры взаимодействия с министерством культуры Крыма дает свои плоды. Как вы считаете, может быть именно такое выполнение, как плана, связанное с тем, что очень долго в культуру Крыма никто не вкладывал, что финансировалась она по остаточному принципу, и вот наконец-то сейчас появились ресурсы, чтобы сделать те самые вещи, о которых вы сказали? Для любого непредвзятого человека, который приехал в Крым, который был здесь, скажем, 10 лет назад, да даже несколько лет назад, он видит, что вложения в инфраструктуру происходят не только по линии культуры. Грандиозные стройки, грандиозные вложения в инфраструктуру республики в целом, и мы видим, что вы правы абсолютно. Ведь если годами не происходило этих вложений, если разрушалась инфраструктура, если не было понимания того, насколько важно поддерживать в надлежащем качестве учреждения культуры, насколько важно поддерживать дух народа, так уж я скажу, да? Ну, мы сейчас сталкиваемся с тем, что вложения, которые по поручению президента происходят в республику Крым, они, конечно, дают, я считаю, второе дыхание республики и, безусловно, радуют жителей. Вы говорили о том, что в Крыму в том числе эффективно выполняют проект по строительству модулей библиотек. Россия до сих пор считается и остается самочитающей нацией. Как вы считаете, вот это вот создание инфраструктуры поможет закрепиться в этом? И как-то, может быть, еще нужно развивать, может быть, более современными способами, чтобы у нашего подрастающего поколения сохранить любовь к чтению? Вы знаете, я это наблюдаю на примере своих внуков и с удивлением даже обнаружил, что они стали очень читающими. Это удивительно. Огромное количество книг, которые сейчас доступны. Раньше оно было недоступно. И сейчас, ну, просто молодое поколение, у него есть развилка. Либо это гаджеты, либо это книги. И наша задача, вот я считаю абсолютно точно, наша задача привить любовь к книгам, к чтению. Для этого модернизация библиотек, превращение их в некие, ну, я бы сказал, клубы. Клубы по интересам. Клубы любителей чтения, любителей истории. Это очень важное направление работы. И в Крыму это активно происходит. Вы заговорили о клубах. Сегодня тоже активным вниманием уделяется ремонту, восстановлению именно сельских клубов. Давайте поговорим об этом. Ведь в очень многих территориях, в сельских территориях республики, клубы были просто в печальном, ужасающем состоянии. Говорят о том, что они там каких-то стандартам соответствуют, вообще не приходится. Почему важно восстанавливать клубы в селах? Нам очень важно, чтобы люди жили там, где они родились, чтобы они понимали историю своего края, чтобы они любили свой край. Поэтому, конечно, у них должно быть место, где они с удовольствием собираются, где, как было в свое время раньше, было это и кружки, это и хоровые коллективы, это и коллективы народного творчества. Вот по сельским клубам, то, что вы затронули тему, в 19-м году в Крыму открылось 5 новых, отремонтированных сельских клубов. И я думаю, это та планка, которая в следующем году будет значительно превышена, потому что и по нацпроекту удваиваются вложения в республику Крым, в 20-м году по сравнению с 19-м даже утраиваются. Поэтому мы, конечно, нацелены на то, чтобы в каждом сельском поселении были очаги культуры. Клуб, собственно, это и есть очаги культуры. Ну, по сути, если в селе есть клуб, соответственно, село живет. Есть жизнь, вы правы, абсолютно. Если говорить о кадровом составе работников культуры сегодня, дефицит мы знаем везде. И что делается в стране для того, чтобы в сфере культуры были люди, чтобы молодое поколение шло в сельские клубы, работать в театры, в библиотеки, чтобы это было интересно. И самое главное, чтобы там было на что жить. Очень важную тему вы затронули. Действительно, самый главный, наверное, вопрос в этом – это оценить, правильно оценить потребность в кадрах культуры по направлениям, видам деятельности. Вот сейчас Министерство культуры Российской Федерации занимается таким комплексным мониторингом этой проблемы для того, чтобы понимать, сколько нужно артистов балета в стране, сколько нужно библиотекарей, сколько нужно кинорежиссеров и так далее. Потому что мы понимаем, что есть, так называемые, модные профессии в культуре, куда… Актеры? Режиссеры? Ну да, ну сумасшедший конкурс. Известные слова Владимира Вольфовича Жириновского, когда он привел пример в Москве, конкурс на должность артиста в театре в Москве – 560 человек на место. Ну это и ненормально. То есть понятно, что эта проблема требует глубокого изучения. А как мы можем повлиять на ситуацию? Как мы можем заинтересовать? Мы понимаем, что на должность актера в театре будет 560 человек на место, а в библиотеку какого-нибудь села на окраине вообще не найдем людей. Это и есть в этом регулирующая роль государства, потому что государство определяет контрольные цифры приема в вузы в целом и в вузы культуры в частности. Поэтому государство должно определить то количество, которое нужно готовить за счет федерального бюджета, а все остальное за счет самих желающих выучиться. Николай Павлович, большое вам спасибо за интересный разговор. Следите за нами, а мы будем стараться быть лучшими. Спасибо вам большое, успехов вам и всего самого доброго всем крымчанам. Большое спасибо. Мы культуры сегодня главная тема дня в республике и мы продолжаем о ней говорить. Оставайтесь с нами.